Мне очень радостно, что именно на вашей кафедре сложилась такая традиция, но помимо всего, что происходит в узком кругу и что тоже является традицией консерваторской, именно в этом историческом кабинете перед этими портретами собраться вместе и порадоваться тому, что вместе с нами те, кто являют собой славу нашего искусства, нашей педагогики. И, естественно, за стенами этого кабинета ощутимо присутствие всех тех, кто так обязан своим учителям, обязан тем, что, собственно, сам вышел на эту дорогу. И вот сегодня у нас, можно сказать, звездопад, потому что сегодня сразу три юбилея, причем каких, позволяет нам высказать свои слова, что и будет сейчас сделано. Это слова счастья, то, что мы на самом деле имеем возможность, ходя по этим коридорам, по этим классам, ощущать присутствие тех людей, которые вписали свое имя в историю консерватории. И это не громкие слова, это действительно то, что есть в ее истории. Поэтому сегодня мы приступим к этому замечательному нашему церемониалу. И он, включая, естественно, те официальные моменты, которые тоже приятно отметить, поскольку есть и телеграмма, и все прочее, но все-таки самые теплые слова и самое важное свидетельство любви, это именно то, что прозвучит сегодня, именно вот так вот, от сердца к сердцу. И вы позволите мне начать эти поздравления, именно обратившись к Макварию Филимонии, как прекрасной даме, и, соответственно, сказать, что я был просто счастлив, когда, обратившись с просьбой к Макварию Филимонии, определить главное русло своей жизни именно в московской консерватории, и получил на это благосклонный ответ, то на самом деле, может быть, это было одно из тех каких-то событий, которые я никогда не забуду и которые мне так важно сейчас ощущать как достижение. Поэтому, дорогая Макварию Филимонову, на самом деле, все, что вы сделали, то, что вы делаете, то, что вы будете делать, это абсолютно бесценно. И вот та любовь, которая вас окружает, это свидетельство того, что вы сами подарили людям с самого начала своего творчества. Я вот посмотрел сюжет по телевидению, который был вам посвящен, и действительно, очень точно были найдены вот те слова и те какие-то оттенки, которые связаны именно с вашим вкладом. Ну и даже то, что вот когда был юбилей Московской консерватории, 150-летие, и мы опять же писали вот эту страницу, которая теперь уже так же важна, как и столетие Московской консерватории, когда тоже остались такие хроники, именно Маквала Филимонову ходила на сцену, и, соответственно, вот в этом ариопаге консерватории 21 века именно она представила вокальную школу, которую нам действительно очень приятно ощущать, как неизменно находящуюся на вершине, потому что во всех театрах мира, на всех сценах мира постоянно поют наши воспитанники, ваши воспитанники. Поэтому именно вот это, конечно, очень важно, вот такая неизменная эстафета поколений. Поэтому подводите мне, во-первых, учить вам цветы, что всегда должно быть первым шагом. Ну, и естественно, что консерватория также нестандартные подарки, поэтому я хочется именно с этого начать. Консерватория заказала для своих великих профессоров из серебра часы, где на петерблате вся, так сказать, наша эмбематика. Большой залпы с молодые. Я думаю, что они доставят вам тоже удовольствие. Вот, это вы напоминаете об этом. Теперь, пожалуйста, у вас можно отобрать цветы, просто для того, чтобы вы освободили руки для другого подарка. Сейчас, одну секунду. Этот подарок требует внимательного не только созерцания, но и слушания. Вот, поэтому, Матролея Филимонна, вот эту, пожалуйста, ниточку дергайте, да, и, может, это синий-синий сделать вам будет удовольствие. Я вам туда ассистирую, открывайте. Ну, простите, я бы не тяни. А теперь что? И это те самые духи сирени, которые, собственно, были знаком эпохи. Это специальный заказ. Здесь, соответствующие все, с которыми мы с вами работали с вами. Да, просто, спасибо. Я хочу, чтобы я снова к Петру Ильичу, который также подчеркнет из наших сотрудников. Я читаю, наверное, папку нашу, которую вы все подписали. Я думаю, что не слава, но... Дорогая Маквала Филимоновна, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Вы относитесь к прияте тех людей, которые живут ради искусства, не мыслят себя вне музыки. На протяжении многих лет вы были украшением ведущей солистской оперной сцены одного из прославленных театров Москвы и мира Большого театра СССР. Теперь вы профессор Московской государственной консерватолии передаете свой бесценный певческий педагогический опыт молодому поколению. В день юбилея мы желаем вам крепкого здоровья, еще больших творческих успехов, быть такой же энергичной и жизнерадостной. Мы все вас очень любим. Взаимно. Спасибо. Спасибо за... Маленькие... День 7-й... Поздравления огромные. Спасибо. Я буду счастливы, что я нахожусь в этих стенах. Для меня это часть. Пожалуйста, присоединяйтесь. Если кто-то хочет еще дополнить своими словами и пожеланиями баклами для ремонта, мы расскажем. Спасибо. День рождения Борбалы Филимоновых прямо сегодня. Поэтому, можно сказать, эпицентр событий. Вчера отмечался день рождения и круглая дата Зураба Лаврентьевича. И естественно, что он уже устал от всех поздравлений, которые он пришлось выпустить. Но я думаю, что и сегодняшнее поздравление не менее приятное. И вот та пачка телеграмм, как вы видите, они все правительственные. Это свидетельство того, что не только в кругу своих коллег, не только в кругу своих учеников, но и на всех уровнях власти, государственной власти, конечно, это событие было отмечено. Я не буду читать каждую телеграмму, просто прочту, естественно, телеграмму от президента Путина, а потом скажу, какие еще соответствующие знаки внимания были оказаны. Уважаемый Зураб Лаврентьевич, примите поздравления с 80-летием. Вас знают как яркого талантливого артиста и по праву считают подлинной звездой отечественной мировой оперы. Уникальные вокальные данные, упорный труд и, конечно, неподражаемый артистический темперамент и обаяние позволили вам добиться успеха, завоевать высочайшее профессиональное признание и любовь публике. Особо отмечу вашу многогранную преподавательскую, наставническую, просветительскую деятельность, искреннюю заботу о сохранении легендарных традиций музыкального исполнительского искусства, которыми всегда славилась наша страна. Желаю вам здоровья, вдохновения и всего наилучшего. Владимир Путин. Такие же слова, проникновенные слова, в телеграмме подписаны мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным, директором службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, Заместительным председателем администрации президента Сергеем Владимировичем Кириенко и, естественно, министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским. Вот это, да, не все еще, не все, тут еще есть большой пакет, поэтому не взял руки. Это поздравление от Совета Федерации Российской Федерации, а именно от Матвиенко, который точно так же, Арнель, давно уже на это откликнулась. Но одну телеграмму, которая имеет, так сказать, и официальный, в то же время неформальный характер, я сейчас прочту. Дорогой Журав Лаврентьевич, сегодня многочисленные поклонники вашего таланта, ваши коллеги, друзья, близкие вам люди поздравляют вас с юбилеем. И я спешу присоединиться ко всем самым добрым, теплым пожеланиям, которые будут звучать в ваш адрес. Адрес большого артиста, чье имя известно нашей стране и далеко за ее пределами. Господь Бог наградил вас многими талантами, и даже на футбольном поле вам не было равных. И что уж говорить об оперных сцене, где вы просто Бог. Яркий темперамент, уникальный красоты голоса, артистизм, а еще у вас педагогический талант. Всех ваших достоинств не перечесть, и, что не менее важно, вы прекрасный человек, которого любят, ценят, уважают коллеги, обожают ваши ученики. И это истинное счастье для артиста, который всю свою жизнь посвятил профессии. Дорогой Зураб Лаврентьевич, ваш талант – поистине достояние России. И дай Бог, чтобы вы еще долгие годы радовали миллионы людей своим творчеством. Я желаю вам прежде всего доброго здоровья. Это самое главное – счастья, благополучия, всего самого наилучшего вам, вашим близким. Искренне ваш, Александр Калягин. Все эти замечательные подтверждения того, что я сказал изначально. Дорогой Зураб Лаврентьевич, счастьем, что вы вместе с нами. Счастьем, что все происходит именно так, как происходит. И ваша консерватория всегда рядом с вами. Ну и у нас тоже есть такая приятная традиция, которая недавно, собственно говоря, возникла, но уже укрепляется. Вот такие круглые даты мы имеем возможность отметить благодаря нашему попечительскому совету. И как вы, наверное, уже обратили внимание, у нас были такие награды, специальные награды для консерватории в целом и для ее лучших профессоров от галереи Михайлов. Это вот та самая галерея, которая нам о часы и все прочее доверила. Но помимо часов и всего прочего, есть вот такие уникальные ювелирные изделия из золота, серебра, которые вот именно для такого момента галерея Михайлов нам также предоставляют. Я прошу вас принять этот позор, так же от нас, гостианин. АПЛОДИСМЕНТЫ Я в кафедры, где вот здесь электро-экранда и всех наших членов кафедры. Дорогой Зурал Лавренкин, сегодня в день юбилея Московская государственная консерватория имени Чайковского, ваши коллеги, друзья, поклонники, всем сердцем с вами. Мы чествуем ваш талант и чтим ваше редкостное дарование. Вы являетесь, вы являете собой редкий в наши дни образец вокального долголетия, успешно сочетая активную творческую деятельность с преподаванием Московской государственной консерватории. Ваша слава упрощена победами ваших учеников, удостольных наград на отечественных, зарубежных, международных конкурсах. Им принадлежит честь и право от вашего имени представлять Московскую государственную консерваторию, работе которой вы посвятили много-много лет. Пусть им прийдет сопутствует вам энтузиазм и жизнелюбие. Желаем вам крепкого здоровья, новых творческих успехов, педагогических удач, долгих и плодотворных лет жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ И по признанию очень многих людей, которые любят искусство и всегда остаются очень внимательны к тому, что у нас происходит, один из самых ярких подарков, который делает Урах Лавритич, это когда он выходит на сцену петь вместе со своими ученицами. Потому что это фейерверк, это на самом деле то, что вот остается в памяти, как какое-то событие такое. И поэтому моё горячее пожелание, как можно чаще делайте это, дорогой Турополь. Спасибо. Будьте здоровы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Среди юбилеев и юбиляров есть такие, которые поражают неожиданностью, потому что, когда Алексей Павлович ходит по консерватории, его даже не сразу выделишь среди студенчества, потому что такая же пружинестая походка, такое же горящее глазами лицо, и поэтому я, честно говоря, был удивлен, когда увиделся уже такая дата, то есть уже, собственно, вхождение в сон тех, кто всегда в консерватории почитался как идущие впереди. И поэтому нам очень приятно, что вот среди юбиляров есть, так сказать, уж совсем патриархи, но есть и совсем молодые юбиляры. Очень приятно вас это признать. АПЛОДИСМЕНТЫ Это предложение, которое уже писано в истории консерватории, те ученики, те поклонники, это, конечно, можно сказать, некоторый промежуточный этап, это такой миттельшпиль в этой большой партии, вот, и дай Бог, чтобы она длилась как можно дальше и дольше. И, естественно, мы хотим вас также с удовольствием поздравить все вместе и вручая вам и букет, и такой же подарок, о котором я кто-то рассказал в связи с Зором Улавеевичем. Это такой же подарок от фирмы Галерея Михайлов. АПЛОДИСМЕНТЫ Я от Катери, читаю вам наш послание. Дорогой Алексей Павлович, примите искренние поздравления в день вашего юбилея. Мы чествуем ваш талант, чьим ваше редкостное одарование, подающегося певца, обладателя редкого по красоте тенора, яркого, звонкого, блестящего звучания. Ваши заслуги были высоко отмечены высшей наградой народного артиста России. Уже много лет вы являетесь профессором Московской государственной консерватории. Среди ваших учеников есть много лауреатов международных и всероссийских вокальных конкурсов, солистов многих столичных и зарубежных театров. В день юбилея мы желаем вам крепкого здоровья, новых творческих успехов, педагогических удач, долгих и плодотворных лет жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я очень горд и очень счастлив видеть всех вас Спасибо вам большое за теплые слова вот этот Один из российских самых высших орденов, чтобы в этой кафедре еще было новое вилок. Затихли. Есть. Спасибо.